Ульяновская область Ульяновские умники и умницы встретились с Юрием Вяземским. Звезды театра и кино съехались в Ульяновск на международный кинофестиваль от всей души. Сегодня в столице Чуваши проходит Совет по сотрудничеству регионов по Волжье с провинциями Китая. Ульяновск значится в числе положительных примеров активного взаимодействия. Сегодня в Чебоксарах проходит третье заседание Совета по сотрудничеству регионов по Волжье с провинциями Китая, где будет подписан большой пакет соглашений. Участники – руководители шести китайских и четырнадцати российских регионов. Работает на мероприятии губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В столицу Чуваши также прибыл полномочный представитель президента России в ПФУ Игорь Комаров и член госсовета КНР Ван Юн. Под их руководством прошло пленарное заседание Совета. Напомню, что взаимодействие в новом формате Волга-Янзы началось с 2013 года. И уже есть примеры успешного сотрудничества регионов. За относительно короткий срок увеличилось до 38 межрегиональных соглашений. Регионами Бургского федерального урока осуществляется проработка более 20 проектов соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Позитивным примером взаимодействия в формате Волга-Янзы является сотрудничество с Ульяновским регионом. По итогам 2018 года КНР во внешнеторговых связях остается одним из ведущих зарубежных партнеров нашего региона. Область активно сотрудничает с провинцией Аньхой. Мы тоже реализовали достаточно большое количество совместных проектов, не только в промышленности, но и в области туризма. Вы знаете о том, что используя бренд «Родина Ленина», используя замечательный проект, который есть в КНР «Красный туризм», мы реализовали в Российской Федерации такой глобальный проект, как «Красный маршрут». Кроме этого, ульянская страна прорабатывает проект, связанный с логистическими контейнерными поставками, а также создание медицинского кластера на территории Заволжской промзоны. В рамках совета Сергей Морозов провел встречи с главной провинцией КНР, где обсудил дальнейшее сотрудничество регионов. Пятеро ульяновцев представят регион на Всероссийской Олимпиаде школьников «Умницы и умники». Чтобы выбрать лучших из лучших, в Ульяновск приехал сам автор и ведущий телевизионной Олимпиады, профессор МГИМО Юрий Вяземский. Сделать три шага и бесплатно поступить в один из престижных вузов страны. Такая возможность вот уже шестой год подряд появляются у десятиклассников Ульяновской области. Путевка в МГИМО без экзаменов – главный приз для победителей гуманитарной Олимпиады «Умницы и умники». В областном центре подвели итоги регионального этапа. На этот раз в финал игры вышли 23 школьника. Девять из них – агонисты, идущие по трем дорожкам, остальные – теоретики, отвечающие на вопросы из зала. Я поклонник этой игры с самого детства. Я помню, когда еще маленький был, я постоянно любил смотреть за этой передачей. Я очень большой поклонник Юрия Павловича Вяземского. Это один из моих кумиров. Я всегда хотел быть похожим на такого интеллигентного человека. Ульяновские «Умницы и умники» проводятся по аналогии с телевизионной версией игры. Сначала отборочные этапы, где по результатам эссе и собеседования ребята проходят в одну четвертую. Затем полуфинал, где путь в финал лежит через дорожки и медали ордена. В этом году темой заключительного этапа игры стали вопросы о России в эпоху Николая I. Засчитывал ответы и начислял баллы строгий, но справедливый Ариапак – судьи. Почетным представителем жюри в Ульяновске по старой и доброй традиции становится автор и бессмены ведущей телепередачи Юрий Вяземский. Ульяновские – замечательные ребята. И все очень хорошо. И здесь я радостно смотрел, как ведущий прекрасный. Судья великолепный. Это редко бывает в Ариапаке. Там иногда, особенно, всяких профессоров сажают. Все теряются, они не могут решения принять. Они что-то там… Нет, сегодня все замечательно очень. Три финальные игры завершены. Пришло время объявить победителей. Первыми двумя финалистами становятся ребята из Барышского района Андрей Молочников и Татьяна Чернышева. Абсолютная победа и статус бессмертного достаются десятикласснику Владимиру Куркину из Ульяновского 38-го лицея. Я очень рад. Я рад не просто тому, что я стал победителем, я рад тому, что я получил тизу бессмертного. Это дает мне определенные привилегии на играх в Москве. Это дает мне возможность ответить на два вопроса, получив ордена, и проходить в полуфинал, независимо от того, насколько значительными будут мои последующие успехи. Тромфиналистам по решению Вяземского присоединяются еще два участника теоретика. Теперь ребята будут готовиться к новому этапу, чтобы в декабре блеснуть знаниями на четвертьфинале уже в Москве. Рената Люлова, Юрий Коникин, Новости Ульяновской правды. В Ульяновской области принят закон о продлении налоговых льгот для IT-компании. Документ одобрен депутатами единогласно в ходе заседания законодательного собрания. Законом предусматривается снижение налоговой ставки на доходы с 6% до 1%, если компания не работает в области информационных технологий на территории региона и платит налоги по упрощенной системе налогообложения. Документ будет действовать до конца 2021 года. В эти минуты в Большом зале Ленинского мемориала идет торжественная церемония открытия Международного фестиваля кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души». За несколько часов до старта наша съемочная группа успела пообщаться с некоторыми именитыми гостями. Подробности расскажет Виктория Черкова. Сегодня в Ульяновске открывается Международный кинофестиваль «От всей души». 11-й по счету, выросший и известный. Он начался с традиционной пресс-конференции. Министр культуры Евгения Сидорова еще раз напомнила о том, из чего будет состоять шестидневный киномарафон. Наши жители Ульяновской области будут смотреть хорошее семейное кино. Их ждут творческие встречи с артистами, режиссерами, сценаристами. И на самом деле это шесть дней кинопраздника на нашей территории. Народный артист России и президент кинофестиваля Владимир Хатиненко считает, что мы живем в эпоху распада культурных ценностей. По его мнению, фестиваль необходим современному обществу. Владимир Иванович желает просветить молодое поколение россиян. Держаться до последнего. Иначе мы, правда, погубим поколение и вообще весь этот культурный слой. Поэтому фестиваль чрезвычайно важный, чрезвычайно интересный еще, пропагандный. Дай Бог ему успех. Среди почетных гостей оказался актер Донецкого драматического театра. Сергей Лупильцев поведал историю о возрождении искусства из пепла. Несмотря на то, что республика истерзана войной и потрясениями билета в его театр, достать проблематично. Каждый выходной все идут на спектакли. Сергей Георгиевич признался в том, что хочет расширить горизонты, создать республиканскую киностудию. И вот мы потихонечку присматриваемся, набираемся опыта. Рано или поздно война закончится. И Донбасс будет двигаться вперед. И поэтому кино и вот такие кинофестивали станут обязательными на нашей земле. Как известно, 2019 объявлен годом национального единства. Поэтому от всей души расширил свою географию. В программу кинофорума вошли показы чувашских, татарских и вашкирских фильмов. Ближним зарубежьем и соседями не ограничились. 50 кинолент из 15 стран мира уже готовы к публичному показу. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Молодые и талантливые в Ульяновске проходят открытый межрегиональный конкурс инновационных проектов «Новое поколение». Ребята удивляют жюри своими инновационными проектами, которые можно применить в повседневной жизни. Павел Половов подробнее. Исследовательские работы, социально-инновационные проекты и собственные изобретения во Дворце творчества детей и молодежи в 12-й раз проходит конкурс «Новое поколение». Проекты по четырем номинациям «Человек-техника», «Человек-знаковая система», «Человек-живая природа», «Человек-человек» представят те, кому предстоит жить в новой России, России будущего. «Новое поколение, да. Если посмотрите за моей спиной, то участники – это как раз наше новое поколение, правильно? Как говорит нам Владимир Владимирович Путин, что Россия должна в течение ближайших 30 лет совершить экономический прорыв. С кем мы его будем совершать? Вот с этим новым поколением. Вот как раз цель этого конкурса, на мой взгляд, вот этих вот юных исследователей, изобретателей, инженеров – вырастить, чтобы Россия действительно могла стать могучей державой, действительно могла свершить этот экономический прорыв». Проводящийся в 12-й раз конкурс вызывает интерес не только у узкого круга специалистов, но и у властей и инвесторов. Например, идеи проекта «Победителя» прошлого года, центральной темой которого было возрождение парка «Дружба народов», сейчас используется при его восстановлении. Оценивает проекты компетентной жюри, куда входит цвет ульяновской интеллигенции и профессуры. «Мы сегодня увидим, услышим, мы порадуемся, они поделятся своими интересными мыслями, своими инновациями. Это так важно, так здорово, что наш Дом творчества проводит такие мероприятия. Это дает возможность ребятам и городу ульяновской, и области представить свои проекты, раскрыть свои возможности, свой творческий потенциал и реализовать их». Кстати, лучшие работы будут рекомендованы к участию во всероссийском конкурсе «Горизонты открытий в Москве». Перед этим участники защищают свои проекты. Техника, здоровый образ жизни, традиции, юным умам подвластно все, и разработкой собственных идей они занимаются с подчас невозможным для взрослых энтузиазмом. «Тема моего исследования – путешествие из России в Японию. Объект исследования «Человек-долгожитель. Предмет влияния правильного питания на жизнь человека». «Наша работа связана с изучением продолжительности жизни. Мы изучили, почему в Японии много долгожителей, хотели бы узнать, а сколько долгожителей в России и у нас в Ульяновске, и почему там люди долго живут». Источники знаний совершенно разные от личного общения до штудирования академических изданий. «Я люблю заниматься шитьем и рукоделием. Меня заинтересовал этот вопрос очень сильно. Также можно это сейчас носить на повседневную носку, почему бы и нет, как бы и красиво, и приятно. А людям донести цель, какие раньше были костюмы и как раньше вообще все это происходило. Сейчас у нас все по-разному, разные бренды. А раньше было все однотипно и очень красиво смотрелось». После защиты проектов лучших из лучших наградят памятными призами и дипломами. Желающие ознакомиться с проектами сегодня и завтра могут это сделать в стенах дворца. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. 25 мая по всей Ульяновской области будет прекращена продажа крепких спиртных напитков с 8 утра до 23 вечера. Это связано с тем, что в этот день прозвенит последний звонок в школах. В субботу ульяновцы смогут приобрести лишь алкоголь крепостью до 15 градусов. Мера введена в соответствии с федеральным законом номер 171 и законом Ульяновской области номер 220. В Ульяновской области проходит междегиональный фестиваль детских духовых оркестров «Соборная площадь». За три дня фестиваля свое творчество представят семь коллективов из четырех регионов страны. Мероприятие проводится по инициативе Ассоциации духовых оркестров «Духовое общество» и правительства Ульяновской области. На премьерных концертах побывала Ирина Антонова. Юные музыканты стали участниками первого межрегионального фестиваля детских духовых оркестров «Соборная площадь». В Ульяновск съехались детские и юношеские духовые оркестры из Уфы, Москвы, города Вятские поляны Кировской области и районного поселка Языково Корсунского района Ульяновской области. Ассоциации этого фестиваля, ну, конечно, это замечательно. Во-первых, люди имеют возможность пообщаться, посмотреть, так сказать, что-то перенять, там, чему-то поучиться. Вот. И, в общем, пропаганда, пропаганда хорошего дела, духовой музыки, которую, в общем, нужно поднимать, поддерживать и, в общем, пропагандировать, привлекать детей. Вот замечательное искусство. Первыми выступили юные музыканты образцового духового оркестра Республиканской гимназии-интерната Уфимские фанфары под руководством заслуженного деятеля культуры Республики Башкортостан Фанзира Нигмадзянова. Он же является художественным руководителем и дирижером прославленного коллектива. Республика Башкортостан Во время церемонии открытия фестиваля на сцене Ленинского мемориала министра искусства и культурной политики Евгения Сидорова поручила дипломы всем участникам Соборной площади. 23 мая все коллективы будут работать на площадках муниципальных образований Ульяновской области Димитровграда, Сенгелея, Инзы, Корсуна, Майны. Также в рамках фестиваля предусмотрено проведение круглого стола, мастер-классов, творческих встреч для руководителей и участников духовых оркестров. Кульминацией фестиваля 24 мая станет большой праздничный концерт на главной площади города. На Соборной выступит сводный духовой оркестр из числа участников фестиваля под управлением заслуженного артиста Российской Федерации Валерия Уткина и сводный детский тысячный хор из числа хоровых коллективов образовательных организаций Ульяновской области под управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации Ларисы Филяниной. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Завтра в регионе ожидается переменная облачность. Местами по области возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 14 градусов. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на информационном портале ulpravda.ru по будням 18.50. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова